Меня зовут Улубек Пулатов, мне 19 лет, сейчас у меня онлайн-школа по Телеграму. Мы учим, как зарабатывать на Телеграм-каналах. Начиная от его создания, заканчивая его раскруткой, продвижением, привлечением клиентов как для своего бизнеса, так и, если вы новичок, то создание своего бизнеса на Телеграм-каналах. С чего началось? С чего началось? А это было два года назад, я занимался Телеграм-каналами. Я монетизировал свой канал за счет продажи рекламы. Соответственно, у меня доход был ограничен, я думал, как же, не тратя денег и не увеличивая количество подписчиков, начать зарабатывать больше. Как этого добиться? И путем, вот я начал искать, я начал думать, как другие блогеры, как другие паблики в других соцсетях, там, например, ВК, Инстаграм, монетизируются за счет чего и за счет чего они зарабатывают. Потому что я видел кейсы, где люди, имея мало подписчиков, зарабатывали много. И так я пришел к выводу о том, что многие имеют свои какие-то инфопродукты, продают их и за счет этого больше монетизируют. Ну, как минимум, в два раза больше начинают зарабатывать через свой канал. Вот. И я решил себе попробовать. Я понял, что я умею. Мне было тогда, сейчас, если мне 19, было тогда 17, а то и 16 лет. Я подумал, что я умею делать, чего не умеет большинство. Так как Телеграм – это мессенджер, в то время был такой новый, мало кто им пользовался и мало кто в нем разбирался. А так как я имел свой канал, я в нем разбирался. Я подумал, что, а почему мы не обучать людей этому? Ведь технология, она простая, она стандартная. И, в принципе, если человек возьмет эту технологию, человек может получить результат. Вот. И я начал заниматься обучением. Я провел… По какой системе я двигался? Я провел… Я провел даже не вебинар. Я даже не знал, что есть вебинары. В то время я знал, что такое запуски. То есть я понимал, что можно сделать нативную рекламу. И так как я понимал, что здесь все зависит от того, насколько я классно рекламирую свой продукт, от этого зависит продажа. И поэтому я решил, что я буду нативную рекламу делать из серии нескольких постов. Серия из постов с длительностью, там, две недели. То есть в течение двух недель я каждый день давал контент. Давал кейсы, давал, там, сколько другие каналы зарабатывают. Давал информацию, как можно телеграм-канал создать и на что обращать внимание вначале. То есть я так подогревал аудиторию и повышал осознанность. И через неделю, то есть у меня был двухнедельный запуск, как только неделя прошла, я в конце каждого поста начал писать, что вот такого-то числа, там, в понедельник будет продажа курса, вы можете его купить, то есть офер тогда будет. И когда я начал в конце это писать, уже люди начали мне писать, типа, давай мне продай, я вот не могу ждать и так далее, но я не продавал им, и люди офигевают, когда вы, когда человек сам просит вас продать, но вы не продаете. Такое непривычно, и люди активно начинают вовлекаться и ждать вот этой даты, вот этого числа. И наступает эта дата, я говорю, вот, есть вот такой курс, собственно, о котором я уже две недели рассказывал, и вот офер, вот цены, вот тарифы, вот пакеты, покупайте, пишите мне в личку в Телеграме, и все. То есть, там, в течение недели я заработал, там, примерно, даже не примерно, я сейчас точно скажу, это было в районе 50 тысяч рублей, 52, либо вот 55, что-то такое. И это при том, что я на рекламе зарабатывал не больше 15 тысяч рублей, то есть это был рост больше, чем в три раза, и я понял, что сюда нужно фокусироваться. С этого началось. У меня тогда были текстовые уроки, то есть я, так как у меня аудитория была с России, я, у меня тогда был еще такой стереотип, и я думал, что я на русском, если я буду говорить на русском для русских людей, это будет очень смешно, и типа они не будут покупать. А когда я текст пишу, они же не понимают, кто пишет. Вот, и я решил, что я буду давать такие текстовые уроки. Я начал писать чек-листы, какие-то PDF-ки, я начал делать статьи длинные, как оформлять канал, на что обращать внимание, как продвигаться, как это самое. То есть я это все начал делать, а потом все это сейчас переросло в видеообучение полноценное, которое находится на гид-курсе, которое ежедневно, еженедельно люди, команда работает над тем, как улучшают его и так далее. Это сейчас целая система. А начиналось все с текстовых видеоуроков. У меня даже не было тогда текстовых, у меня не было платформы, где я мог бы размещать свои материалы. Я настолько все просто сделал. В Телеграме есть, можно создать два канала, публичный и закрытый. На закрытый никто не может попасть, если вы не дадите ссылку. Я создал закрытый канал, добавил туда тех, кто оплатил мне деньги за курс. И, соответственно, там в течение каждого дня, либо каждые два дня выкладывал какую-то информацию. Там первый урок, второй урок, третий урок. Людям нравилось, и люди получали результат. Вот с этого все началось. Есть чат-боты. Есть чат-боты. Мы через чат-бот проводим свои вебинары. Сначала у нас был текстовый вебинар. Я про это тоже могу рассказать. Про то, что мы вообще к видео-вебинарам недавно пришли. Почему? Потому что я вышел на миллион, и когда человек выходит на миллион, у него много базовых потребностей закрывается, и человек, в принципе, не понимает. А когда у тебя изначально была цель деньги заработать, ты начинаешь останавливаться. Ну, тут ты получил деньги, которые хотел. Ну и все. Больше ничего не хочется делать. Поэтому я на этом уровне застрял. И в какой-то момент, конечно, школа не развивается вот так вот, да, прям вот гладко. Бывают вот такие вот скачки. И когда скачки происходили и происходят, я осознаю то, что не ради денег все-таки нужно делать. Об этом, кстати, акселератор говорил изначально. Выбирайте нишу, которая вам мега интересна, мега вот вы хотите в ней развиваться. Это ниша, который вот что бы вы делали, чем бы вы занимались, если бы у вас было очень много денег. В принципе, вы можете ничего не делать, но человек-существо, которое должно что-то делать. Вот. И вот чем бы вы занимались, что бы вы деньги платили. Вот. И когда изначально такая стратегия, очень легко делать результаты, потому что это уже не как работа, а как вот ты занимаешься делом, которое тебе нравится, еще и это как побочный эффект денег дает. Вот. И к чему я? Я проводил текстовые вебинары, но плюсы. Окей, расскажу про плюсы и минусы текстовых вебинаров. Плюсы в том, что вы можете очень быстро протестировать свою нишу. Например, это очень полезно будет для тех, кто, первое, должны быстро протестировать свой продукт. Во-вторых, если у вас боязнь выступать перед людьми, и вы вот на камеру не можете говорить, трудно говорить, вам это непривычно. Или если у вас такая ситуация, как у меня, тем более вы плохо говорите на русском, то вам вот тексты вебинара идеально подходят. Потому что там не нужно ничего говорить, вы просто один раз прописываете, даете это вот человеку, который это все проверяет на постановку текстов, на орфографические ошибки, и все. То есть вебинар готов, вы его можете проводить. Не нужно там задумываться о технических каких-то моментах вебинарной комнаты, все ли у вас там на заднем фоне тихо, все ли у вас там, заплатили ли вы деньги. Вот мы недавно вот вебинар проводили, мы забыли оплатить Бизон, то есть вебинарную комнату, и так мы слили деньги, то есть в таких моментах очень много выскакивает. Там человек забыл поставить на тайминг что-то еще, там забыл комментарии, забыл там модератор, отвечать на вопросы, в общем много моментов. А когда вы делаете эти тексты вебинар, вы не тратите деньги, вы не тратите много энергии, вы не тратите деньги на подрядчиков, и так далее, у вас геморроя меньше. Поэтому я делал тексты вебинарах. Как это происходит? Это я создаю телеграм-канал, закрытый, добавляю туда людей, я покупаю рекламу с пабликов, с телеграм-каналов, где есть много аудитории, моя целевая, покупаю рекламу, перевожу их в закрытый канал. Я там пишу, типа, вот, ребят, в понедельник в 17.00 будет вебинар на этом канале, ссылок не будет, чтобы участвовать, просто подпишитесь на этот канал. Они подписываются и ждут этого числа, и, собственно, когда эта дата приходит, они начинают, то есть в режиме онлайн начинают идти тексты. То есть вот вы подписаны на канал, и в режиме онлайн идут тексты там, и вы можете читать. И в конце, там, через два часа у вас начинаются уже продажи. Вы говорите, все, вот там, заполняйте анкету, чтобы участвовать. Люди заполняют, и вы получаете заявки. Это очень быстрый способ проверки своей ниши. Это меньше затратно по деньгам и по времени, и по энергии. Но есть и минусы, вот это плюсы. Вот, казалось бы, одни плюсы, но есть один жирный минус. Это нету прозрачной, нету прозрачность. То есть вы не можете отследить, типа, с какого канала, вот у вас здесь продажи, скажем, вы не знаете, с какого канала трафик пришел, вы не знаете доходимости вашего вебинара. А возможно, там у вас заходимость только 20%. Это очень плохо, да. И вы не знаете цифр, там, например, какая конверсия с тех, кто посмотрел и с тех, кто оставил заявку. Этого всего не видно, потому что Телеграм, он, его Россия пыталась заблокировать, потому что он приватный, потому что Дуров ключ не дал. И он, это приватный мессенджер, где он не раскрывает таких вот цифр. Соответственно, вот жирный минус текстовых вебинаров, это вот нету прозрачности. Но зато вы можете быстро протестировать, понять. В принципе, для всех видов онлайн-школ, для всех направлений есть своя аудитория в Телеграм. Соответственно, вы можете просто протестировать быстро нишу, окей, вы поняли, что ниша работает, ваша задача дальше это все систематизировать, оцифровать, это все, чтобы все было видно. А это уже я вам сейчас покажу, как это делается. Поэтому про тексты вебинары думайте сами, как бы есть и плюс, и минус, если быстро протестировать, делайте текст, а потом будете переходить к чат-ботам. Я сейчас могу показать. Второй шаг, можно переходить к чат-ботам. Чат-боты – это боты в Телеграме, которые позволяют понять, кто на каком этапе отваливается. А возможно, вот у меня был такой момент в одном месяце, я вложил 60 тысяч рублей в рекламу, они мне принесли энное количество подписчиков, а оказывается только 10 тысяч из них проносили. А все остальное я сливал. Я это не понял, пока не сделал чат-бота. Это, собственно, чат-бот делается на платформе. Мы платформ много, и мы делаем через Лилу. Вот здесь в пункте «Туннель и продаж» у нас вот так вот выглядит воронка. Что будет, если человек там подпишется, но на вебинар не пойдет? И что будет, если он на вебинар пойдет, но не купит? Что будет, если он вообще ничего не сделает? Вот, собственно, вся эта структура тут описывается, текста прописаны. Это пока что маленькая воронка до продажи курса. Дальше у нас пока воронка не прописана, но мы сейчас этот вариант тестируем, и он сейчас… Мы получили первый результат, по нему результат просто офигительный. У нас сейчас… Да, есть нюанс в том, что я сюда нагнал свою аудиторию, но конверсия, я вам сейчас скажу, 20-30%. Это вот мега-конверсия, такое конверсия, это считается прям вот мега и выходит за границу, потому что в среднем считается, о, круто, это 10%. 20-30% – это прям вот вообще мега, поэтому он сейчас у нас приносит выручку, и самое главное тут, друзья, это вот то, что он прозрачный, то есть у вас должна быть аналитика, вы должны все понимать, что к чему идет и на каком шаге клиент отваливается. Все это должно быть оцифровано. Это все можно через вот эту платформу Лилу, он правда дорогой, но он крутой, он стоит свои деньги. Вот это так выглядит воронка. Ну, я еще и могу нашего чат-бота показать, да? Сейчас я вам покажу. Вот деньги в Телеграм, да? Вот, то есть вот так вот выглядит чат-бот, вы здесь можете, здесь идет вот рассылка, вот и так далее. Это вот чат-бот, это вот как e-mail, вот у вас есть e-mail, вы получаете уведомления, типа вот там, приди на вебинар, приди на этот и так далее. Потом, если вы приходите, вам начинают допродавать, дожимать начинают, апсейлить, кроссейлить начинают, даунсейлить начинают. И это все сейчас можно сделать через e-mail, да? Если у вас покупает более молодая аудитория, то, в принципе, это можно сделать через соцсети. Но это не значит, что взрослой аудитории нет. Я к тому, что чат-боты, они работают намного лучше, чем e-mail-воронка, вот, она, потому что e-mail, e-mail-воронку сейчас, да, читают, но и по процентном соотношении, если считать, то чат-боты намного выгоднее делать, потому что там просматриваемость больше, потому что люди там сидят постоянно, общаются с командой, с коллегами, с друзьями, родственниками и так далее. И это, ну, как вот личное интимное пространство. И человек там много времени находится, и вы можете там же продавать. Кто-то ватсапе сидит, я лично в Телеграме зависаю, у меня вся работа через Телеграм, у нас там группы в Телеграме, и все у нас через Телеграм проходит. Поэтому, если я подписываюсь через Телеграм на кого-то, я, скорее всего, его читаю. У нас вот в месяц примерно, да, бывают какие-то скачки, но в среднем мы держимся на районе миллиона рублей в месяц. Вот, и как я и сказал, я к этому, у меня этот результат был уже год назад, то есть я год назад этот результат делал, но мне 18 лет, там, ну, что делать 18-летнему пацану, который миллион рублей зарабатывает. Ну, конечно же, кайфовать. Поэтому я на этом уровне слишком, ну, я был не готов к таким деньгам, я слишком пошел вот на вот это вот на потребление, да, не на отдавание, а на потребление. Я много денег на это все тратил, и времени на развитие бизнеса не посвящал. Соответственно, я только вот недавно начал заниматься развитием, начал заниматься. Вот, что нужно для масштабирования? Для масштабирования не нужны там, многие говорят, как масштабировать? Вложить больше денег. Нифига. Не больше денег нужно вложить, а нужно оцифровать. Я очень много вижу, вот у нас сейчас ученики есть, они мне говорят, как масштабировать свой телеграм-канал, либо что-то еще, там, коллеги мне пишут, что-то еще, кто-то еще, и многие не понимали, многие думают, что нужно для масштабирования просто много денег вложить, вот, а там вопрос в том, что вы, а можете ли обработать, это первый вопрос. У нас, когда мы сразу 10 миллионов, ой, 10 миллионов, миллион рублей заработали за месяц, у нас отдел продукта не успевал, мы начали вот продукт, он, менее качественно предоставлять, потому что у нас еще есть кураторы, и когда у тебя рост сразу за месяц в 10 раз, и ты, ну, как бы, люди, которые не успевают. Понятное дело, что это онлайн-школа, вы можете, там, хоть, там, 10 тысяч человек догнать, но когда у вас в школе blended learning, то есть смешанное обучение, у вас есть, там, кураторы, живая связь и так далее, и так далее, это все, когда резкий рост сложно удержать, ну, по крайней мере, у нас так было, поэтому все это нужно понимать, нужно, в первую очередь, оцифровать бизнес, и вот у нас сейчас, как я и сказал, если возвращаться к вашему вопросу, миллион рублей в среднем месяц, перспективы какие, я сейчас, как, ну, через личный бренд начинаю, вот, свою школу, она называется, Пулатовскую, развивать, где будут уроки, там, курсы, не только по телеграмму, хотя это у нас сейчас флагманский курс, пока что, мы сейчас будем делать новые такие вот курсы, новые уроки про интернет-маркетинг, вот к этому мы идем сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok